Тревожность по поводу пандемии, страх потерять работу и чувство одиночества на удаленке. По сравнению с прошлым годом, этой осенью россияне стали вдвое чаще обращаться за помощью к психологам. И хорошо, если он имеет достаточно опыта и знаний. Хуже, если специалист он лишь на словах. Анна Толчеева пришла в психологию не сразу, по первому образованию экономист. Со временем поняла, с выбором предназначения ошиблась и прошла курсы коучинга. Практика быстро показала, без академических знаний здесь никак нельзя. Это теперь у нее за плечами университетская база и регулярные профпереподготовки, минимум два раза в год. Уверена, так должен делать каждый психолог, но реальность совсем иная. За три дня человек может работать психологом, а за неделю он может уже работать с корневыми ценностями. Это жутковато, если честно. Мы работаем с психикой, очень бережная конструкция, она очень хрупкая, понимаешь, но вредить там легко. Починить это гораздо больше времени идет. Поэтому здесь очень важно, чтобы я была честна со своими компетенциями. Поэтому все психологи, нормальные психологи, они обучаются все время. Деятельность психологов, в отличие от психотерапевтов, в стране действительно не подлежит обязательному лицензированию, объясняют эксперты. А значит, пригласить на консультацию к себе может кто угодно. Ценники тоже сугубо на совести мастера. В Самаре час беседы с психологом стоит от 500 рублей до 15 тысяч рублей. И, как говорят опрошенные нами самарцы, хотелось бы рассчитывать, что деньги уходят не за простые беседы с самозванными экспертами. Мне кажется, это так тонко, потому что люди приходят к психологам, как к врачам за помощью. Я думаю, что они должны быть специалистами образованными, с опытом. Уйти просто так к необразованному человеку, просто пообщаться. Но это, знаете, я так к папе могу сходить, посидеть. Не знаю, какая-то аттестация должна быть периодическая, насколько они вообще квалифицированы и вообще не компетентны в этой теме, в которой они диплом даже если показывают. Так, наверное. Ну, как и в любой профессии. Почти десятилетие вопроса о введении профстандартов для психологов в России остается открытым. На днях в Госдуме снова предложили отрегулировать отрасль. Слишком много непрофессионалов и слишком мало нормативных документов, по которым можно привлечь к ответственности практикующего недоучку. Сейчас уголовное наказание может грозить психологу, если будет доказана его причастность к доведению клиента до суицида. Еще один свод – закон о защите прав потребителей. Но здесь все неоднозначно. Психологическая услуга – это тоже услуга, которая должна быть качественной. И закон о защите прав потребителей всего говорит о некачественности услуги и что должен будет возмещен ущерб. Но в целом доказать, что эта услуга некачественная довольно-таки сложно. Я не думаю даже, что сейчас кто-то возьмется такие оценки делать за исключением каких-то вупиющих случаев. Такие случаи действительно бывают. Эксперты советуют, если вы решили обратиться к психологу, внимательно изучите предложение. Цена, кстати, не всегда говорит о компетенции специалиста. Не стесняйтесь спрашивать, какие учебные заведения закончил психолог, как долго практикует и сколько у него часов личной терапии и супервизии. Отзывы его клиентов тоже лучше изучить. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.